Всем привет! Вильянди. До 1919 года Феллен. Город и муниципалитет в Эстонии, административный центр уезда Вильяндема. Седьмой по величине и по численности населения город страны. В городе находится железнодорожная станция Вильянди. Линия Таллинн-Вильянди. Расположен в южной части Эстонии, на северном берегу озера Вильянди. Расстояние. До Таллина 161 километр. На север. До Тарту 81 километр. На восток. До Перно 97 километров. На запад. До Риги 245 километров. На юго-запад. До Санкт-Петербурга 393 километра. На северо-восток. Древнейшие поселения в этой местности относятся к Петив. До нашей эры эстонское поселение на месте Вильянди было основано не позднее эпохи викингов. По мнению сайта висит эстения. Ком, первое письменное упоминание относится к 1154 году, когда арабский географ Али Дриси впервые нанес созвучный топоним на карту мира. В 12 веке появляется первое постоянное поселение. 21 сентября 1217 года происходит битва крестоносцев с эстами около Вильянди. В 1223 эти земли были окончательно завоеваны Орденом Меченосцев. В 1224 году вместо деревянных укреплений здесь началось возведение каменной крепости Фюлин, которая временами считалась мощнейшей на Балтике. На протяжении последующих 200 лет она все время достраивалась и модернизировалась. В 1283 году рижский архиепископ даровал окружающему крепость поселению Вилин. Статус города В начале 14 века Фюлин становится членом Ганзы и важным пунктом в торговле с Россией, что привело к процветанию города. В 1365 году город участвовал в подписании мира между Ганзой и Данией. Во время Ливонской войны город и крепость Фюлин были взяты русскими войсками и частично разрушены. Еще большие разрушения произошли во время польско-шведской войны, 1600-1611. После того как Фюлин был взят поляками в 1602 году, от прежней мощи и великолепия города остались только несколько стен. В 17 веке, находясь под шведским господством, Фюлин был лишен статуса города. В 1783 году императрица Екатерина II вернула этот статус и сделала Фюлин центром уезда. С ростом экономического и политического влияния возрастало и население города. В 1950-1991 годах Вильянди был центром Вильяндийского района Эстонской ССР. Город входит в Ганзейский союз нового времени и в 2015 году принимал у себя фестиваль Ганзейские дни нового времени. Достопримечательности Замок Фюлин, построен в XIII веке. Функционально разделен на северную, южную и восточную части. В замке есть зал для собраний. Капитула. Двухнефная башня, помещение архива, спальня и жилые помещения командора, трапезная кухня, галерея, конюшни, жилища для слуг, складские помещения, колодец глубиной 26 метров. Городская ратуша, построена в 1820 году, реконструирована в 1931 архитектором Яханнесом Фуксом и инженером Эрихом Атингом в стиле эстонского функционализма. Церковь Святого Иоанна, построена во второй половине XVII века. Старейший деревянный жилой дом в городе, чья постройка датируется 1790 годом, находится по адресу Лайданери, плац 3. Здание признано национальным культурным наследием. Здание городского суда, построено в 1895 году в стиле нео-ренессанса. Церковь Святого Павла, построена в 1866 году архитектором Матия Симфон Холстом в стиле нео-готика. В церкви имеется орган и мемориальный камень, посвященный погибшим при кораблекрушении парома Эстония. Водонапорная башня Вильянди, построена в 1911 году в центре города, высота достигает 30 метров. В настоящее время используется как музей с экспозицией по истории города. Миза Вильянди, бывшее поместье баронов фон Унгерн-Штернбергов, построено в 1880 году архитектором Робертом Плаугом. В настоящее время в здании располагается эстонский культурный центр традиционной музыки. Известные уроженцы и жители Дербек Франц Бурхард, 1799-1835 Художник, график и карикатурист Кизири Цеки, Гангольф Егорович Рейнгольд Густав Гангольф, 1847-1903 Археолог, хранитель древности императорского эрмитажа Иван Иванович Грен В годы Великой Отечественной войны начальник артиллерии морской обороны Ленинграда, затем начальник артиллерии Балтийского флота Йозеф Гренберг, 1802-186 Магистр философии, уроженец Феллина и выпускник городской гимназии, преподавал в 1828-1834 годах В Харьковском университете Яак Йола, эстрадный певец Рагнар Клаван, капитан национальной футбольной сборной Калью Комиссаров, народный артист Эстонской ССР, 1987 Лауреат Государственной премии Эстонской ССР, 1987 Арва Райма, 1940-2015 Артист театра и кино Заслуженный артист Эстонской ССР, 1986 Алекс Сапс, 1914-1992 Советский и эстонский актер театра и кино Режиссер, народный артист Эстонской ССР Всем пока! Читайте комментарии Пишите комментарии Будет интересно ваше мнение Всем хорошего настроения и удачи!